Чего поделаешь? Ничего не сделаешь. Пенсионер это та категория граждан, которая чутко реагирует на малейшее повышение цен, в частности на хлеб. Его стоимость в одном из сетевых супермаркетов города уже выросла на 10%, а это от 2 до 5 рублей. В ассоциации фермеров Татарстана объясняют это тем, что дорожают мука, зерно, яйца, сахар, убаковочные материалы и транспортные расходы. Нам жителя не дают, все дорого, за 7 лет каждый год прибавляют, а пенсионер не прибавляют. Увеличение будет уж копейки, а подорожает с каждым днем, как говорится. Квартплата дорого, все дорого. Как заявили сегодня на брифинге в Доме правительства республики, с нового года пенсионерам в финансовом плане станет чуточку полегче. Суммы ежемесячных выплат вырастут в среднем на 8%. Причем увеличение трудовых пенсий ожидается в феврале будущего года, а так называемые социальные увеличатся в апреле. Примерные цифры уже известны в бюджете, но в связи с последними событиями, возможно, они будут пересмотрены. То есть это порядка 8%. Пока в пенсионном фонде Татарстана подсчитывают, сколько будет составлять прибавка, уже точно известно, что в скором времени подорожают услуги ЖКХ. В 2015 году в стране тарифы на свет, тепло, газ и воду планируют поднять не более чем на 8,5%. В зависимости от региона эта цифра может быть и ниже. Несмотря на то, что размеры пенсии в будущем году увеличатся, люди пожилого возраста могут и не заметить этого повышения. Ведь цены на продукты уже сейчас выросли как на дрожжах. А потому на уровне правительства будет решаться вопрос на 8 ли процентов увеличивать размеры пенсии. Эльмира Гляхнет, Вайгуни Замудинова, Владимир Ладушкин, Телеканал, эфир.